МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Асфальт тут долго не живет, рассказывает Юрий Буйко. Мужчина почти 20 лет добирается до работы именно по этой дороге. Особенность такая этой дороги, что естественный уклон, и здесь постоянно влага. Наверное, это затрудняет дорожным службам проводить качественный ремонт дороги. Асфальт, как решето, в межсезонье эту дорогу сильно размывает. Ямы приходится объезжать, выезжая на встречную полосу, делятся водители. Дорожники примерно неделю назад немножко подлатали. По сравнению с тем, что было, стало значительно лучше. Но все равно хочется, чтобы дорожные службы, в том числе и городские власти, обратили больше внимания. По этой дороге ездят не только фуры, но и легковые машины. По оживленному участку жители заезжают в свои гаражи. Виктория Триодина вынуждена преодолевать этот путь несколько раз в неделю. И на самом деле это какое-то испытание. Вот сейчас она немножко подсохла, а когда здесь идут прям обильные-обильные дожди, ну вы сами видите, какая обстановка, тут огромные лужи. Повреждения рулевого управления, порезы покрышек и поцарапанный бампер. Поездка по этому участку дороги часто заканчивается в автосервисе. Приходится часто менять подвеску, какие-то элементы, которые портятся. Но поскольку здесь гараж, ну как бы никуда не деться. Свои жалобы жители неоднократно отправляли на сайт Добродел. Рабочие приезжали, ямы заделывали щебнем. Но такие заплатки проблему в целом не решили. После многих жалоб и доброделов люди из администрации отправляют коммунальные службы, чтобы хоть как-то подсыпать и выровнять ситуацию. Но, как я сказала раньше, действительно это хватает ненадолго. Данная дорога стоит на балансе округа. В прошлом году проблемный участок попал в программу капремонта. Однако масштабного преображения жители так и не увидели. Карина Хиряшева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.